Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии и в студии Петр Завьялов. Смотрите в выпуске. 40 тысяч жителей республики уже поставили прививку, а должны 700 тысяч. Глава правительства решил агитировать личным примером. Как спасти урожай на 7 тысячах гектаров? В Игринском районе на уборку техники вывели гусеничные комбайны. Кем быть, эти школьники уже решили. Где в республике готовят будущих медиков и инженеров? Расскажем. И Ижевск читающий. Столица республики готовится к книжному фестивалю. Мусорный тариф снова в центре внимания. Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами подал заявку в Минстрою республики с предложением поднять стоимость своих услуг в следующем году на 4%. Вот как прокомментировал эту новость министр. Это желание рекоператора. Поэтому мы все цифры, безусловно, проверим. Она будет анализироваться. Мы уже сегодня понимаем, что цифра явно будет корректироваться с учетом открытия полигона в городе Сарапуле. Будет изменена территориальная схема, после чего будет учтена в том числе в расчете тарифов. Дмитрий Сурнин пояснил, Минстрой является регулятором и определяет тарифную политику. Например, в начале года регоператор запросил тариф в 166 рублей. Минстрой снизил его до 98. Теперь регоператор предлагает увеличить тариф на 4%. Это на 3 рубля в среднем. Обосновывает это общей инфляцией. Однако сыграть в пользу потребителей может открытие полигона в Сарапуле. По новой схеме перемещение отходов тариф может даже снизиться. Все расчеты и проверки Минстрой окончит 20 декабря. Тогда и будет принято решение по тарифам на следующий год. А сейчас в республике идет финишный этап подготовки к зиме. Ремонт котельных и модернизация сетей окончены уже на 90%. И не только в городах, но и в маленьких поселках. Репортаж из Кесского района. Данная котельная запускается всего тремя движениями. Новую котельную в поселке Кес уже подготовили к зиме. Промывка гидравлики и проверка электроники заняла три дня. И если завтра объявят начало отопительного сезона, центральный микрорайон тут же подключит. Комплекс автоматизирован и работает без участия человека. Сигнал выведен на диспетчера. При аварии, там, в любом, отсутствии электроэнергии, падение давления, температура там понижена, повышена. Сигнал приходит, говорит он, что произошло. И киповцы подходят и смотрят, проверяют. Эта модульная установка появилась взамен старой котельной, которую Ростехнадзор эксплуатировать запретил. Минстрой республики выделил 10 миллионов рублей на новую. И прошлую зиму поселок прожил без аварий. У нас очень тепло. Даже, я скажу, жарко. Хотя у нас есть теплощетчик, мы немного регулируем. К этому сезону в Кизу поменяли водопроводные и тепловые сети. Объемы ремонтов выросли вдвое. Плюс модернизация котельных в других населенных пунктах района. Мы в этом году закупили котлы, замену котлов, газовые котельные в деревне Новую Унтэ. Тоже идет замена котлов, уже физический износ большой. И в селе Александрово. Еще планируем заменить котлы в селе Кабалут. То есть у нас планово так идет, каждый год замена. Но дополнительных котельных строительства не надо, только модернизация. Старые котельные к сезону ремонтировали в Завьялово, Пугачево. А в поселке Новый почти все лето жители были без горячей воды. Предприятие, владелец котельной, из-за финансовых проблем отремонтировать ее не смогло. Республика выделила 200 миллионов рублей на реконструкцию. На контроле ситуация в Сарапуле. Там компания, отапливающая 70% города, оказалась газовым должником. Возбуждено уголовное дело. На отопительном периоде с точки зрения техники это не скажется. Если предприятие закапризничает, руководство в первую очередь закапризничает и уйдет с рынка каким-то там жестким образом. Мы готовы поставить плечо и встать технически, поставить либо муниципальное, либо государственное предприятие. В целом к зиме Удмуртии, по данным Министерства строительства, готово на 90%. Когда отопительный сезон начнется, зависит от погоды. Норматив все тот же. Среднесуточные плюс 8 градусов в течение недели. Тогда старт и сначала в объектах социальной сферы. Марина Барин, Андрей Бусыгин. Новости. Сегодня в Кизу начался еще и ремонт дорог. О том, что они плохие, жители жаловались Александру Причалову. После визита главы региона района были выделены резервные средства на дороге – 15 миллионов рублей. В порядок приведут около трех километров дорожного полотна. Это 10% асфальтированных улиц поселка. У нас по договору до 15 сентября. Но, скорее всего, чуть сроки отодвинутся из-за погодных условий. Потому что мы должны были начать уже две недели назад. Но погодные условия не позволили. То есть сроки сегодня у нас отодвинутся на две недели. Сегодня в Кизу строится еще и ясли на улице Ленина. Она тоже в плохом состоянии. Но ее ремонт начнут в следующем году, чтобы сейчас строительная техника не разбила новую дорогу. Удмуртия готовится к единому дню голосования. 8 сентября в республике пройдут дополнительные выборы в госсовет по двум округам и оба в Ижевске. А также в представительные органы муниципалитетов и поселений. Всего будут работать 116 участковых комиссий. До начала голосования все участки проверят кинологи. А в день выборов 8 сентября полицейские будут дежурить на избирательных участках с момента их открытия и до передачи последних результатов голосования в региональный центр избирком. Усилится патрулирование и прилегающих к избирательным участкам территорий. Фактически нарушение за весь период предвыборной кампании. По линии МВД задокументировано одно нарушение. Это по Зареловскому району. Незаконное размещение агитационных материалов по 5.12. составлен протоколу административного правонарушения на нарушение. Административное дело сейчас на сегодняшний день находится в суде на рассмотрении. Следить за порядком в единый день голосования в Удмуртии будет порядка тысячи человек. Это полицейские, народные дружинники и сотрудники частных охранных предприятий. К учебе приступили медицинские и инженерные классы. Профильная подготовка – проект федеральный. Республика в нем участвует второй год. Сколько учеников присоединилось на этот раз, расскажет Александр Демидов. Упорными быть и стараться, заветную цель лишь умом добывать. Клянемся! Это посвящение учеников медицинских классов. В этом году таких по республике уже почти два десятка. О профессии врача мечтает и восьмиклассница Анастасия Фоминых. Объясняли, что будут учить, как правильно ухаживать за людьми, возможно, на каких-то даже симуляторах занятия. Но тоже достаточно интересно, мне кажется. То есть можно уже со школы, грубо говоря, понять, нужно тебе это в жизни или нет. То есть как такой предпрофиль и уже для себя решить. Медицинские классы – это федеральный проект. Курс длится два года. Ребята не только штудируют учебники, но и посещают больницы, наблюдают за операциями, слушают лекции лучших врачей республики. Это дает возможность еще со школьной скамьи узнать все тонкости профессии медика. У нас еще есть класс в республике. Их в настоящее время сейчас уже будет восемь. У нас двенадцать классов в городе Ижевске. То есть в настоящее время их около 450 человек. Те знания, навыки, которые они получат в рамках этого проекта, они смогут применить в своей будущей жизни, даже не став медиками. Проект стартовал еще в прошлом году. Число медклассов растет. А сегодня в Минздраве подчеркнули – проект будут развивать. Мы прорабатываем сейчас вопросы с медицинской академией, с медицинским колледжем о том, чтобы у будущих выпускников этих классов была возможность льготного поступления в соответствующие лечебные вузы, которые будут с удовольствием ждать таких уже профессионально ориентированных школьников. На льготное обучение в вузах рассчитывают участники инженерных классов. Проект работает второй год. К нему присоединились почти две сотни ижевских школьников. Раз в неделю ребята занимаются в кванториуме, а также усиленно изучают математику, физику и информатику. Подбор квантумов был ориентирован на промышленность Удмуртской республики, то есть какие непосредственно специалисты нужны в городе Ижевске. У нас есть IT-квантум, кванториуме, VR-квантум, промышленный дизайн, аэро-квантум и робо-квантум. И хай-тек-цех. Вот в этом году особенно детей из общеобразовательных школ больше, потому что дети из лицеев, из гимназий, они все-таки ориентированы, пока ориентированы на выезд из республики. И мы в этом году все-таки сделали ставку на общеобразовательные школы. Кстати, один из проектов юных инженеров, 3D-химия, уже получил высокие оценки на федеральном уровне. Александр Демидов, Василий Хохряков, Новости. Вопросы поддержки семей с детьми обсудились сегодня в региональном Минсоцзащите. Там прошел круглый стол. Уже с января следующего года изменятся условия предоставления ежемесячной выплаты на ребенка. Они будут осуществляться с рождения до трех лет, а не до полутора, как сейчас. Больше станет и получателей, теперь на нее могут претендовать семьи, где средний доход на каждого меньше двух прожиточных минимумов. На сегодняшний день речь идет о том, что если семья имеет доход на члена семьи меньше двукратного величины прожиточного минимума, они смело могут претендовать на выплату в размере прожиточного минимума, установленного на ребенка в конкретном субъекте. Сумма выплаты уже известна. Она будет равна прожиточному минимуму на ребенка. Это около 10 тысяч рублей. На компенсацию рассчитывают и сельхозпредприятия республики. Заявка в федерацию уже направлена. Из-за переувлажнения почвы в этом году в Удмуртии погибло до 40% посевов льна, 20% рапса, зерновых и зернобобовых. Это в среднем. На севере республики потери еще выше. В Игринском районе, чтобы спасти то, что выросло, в поля вывели раритетную технику. Комбайны на гусеничном ходу. Елена Галимулина расскажет. В фермерском хозяйстве Мувыр убрали 20% зерновых на сухих полях. По тем, что остались, колесный комбайн не проедет. В хозяйстве шутят. Зерновые убираем, как рис. Поля, если не в воде, то в месиве грязи. Вся надежда на гусеничный Енисей. В этом году он открыл 33 сезон. Вон тут еще более-менее вон. Можно ходить, а там так. Вон гусеничный комбайн. Так, какой уже. После школы, в 84-м я закончил, в 84-м, в 85-м года. Два года подряд такое было. Я сам кучил, вот такие поля убирал. Копки ложили, а потом зимой молчили, ездили вот так. Вот и копки подложили в комбайн. Молчили. Этот комбайн глава фермерского хозяйства купил лет 10 назад. Ни разу не пожалел. В такое же дождливое лето, года три назад, Енисей убрал не только поля фермерского хозяйства, но и помог соседям. Если бы не этот комбайн, старушка, который вот ездит по этому полю, мы бы больше половины оружия бы осталось на поле у нас. Пришлось бы поголовье уменьшать или работнику без зарплаты. Такое видео отправляет начальник управления сельского хозяйства, руководитель и сельхозпредприятий района. От бессилия, отчаяния. Уборка зерновых на 7 тысячах гектаров, а это 70% всех полей под большим вопросом. Уборка идет, тяжело идет, потому что очень сильно тонут комбайны, без буксировки не получается, прямо дежурят трактора, тягачи К-700. Нет, это невозможно, невозможно тяжело смотреть. Остаются следы, очень страшные колеи. Ну вот таким образом. Боженка испытывает нас каждый год на прочность. Не просто и на зерносушильных комплексах хозяйств. Большинство из них работают на дровах, причем круглосуточно. Ведь если не просушить зерно, потери будут и в амбарах, оно сгниет. А урожайность в этом году неплохая, подчеркивают в администрации района. На некоторых полях собирают до 50 центнеров с гектара. Когда закончат уборочную, не загадывают. Постараются заехать на все поля. Елена Галимулина, Лена Слесарева, Юрий Егоров. Новости. Кабинет министров республики подготовил поправки в региональный бюджет. Доходы увеличились на сумму 2 миллиарда 700 миллионов рублей за счет налогов, а также безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Дополнительные средства правительство предлагает направить на реализацию национальных проектов «Демография». В частности, на поддержку старшего поколения, обеспечение детей-инвалидов лекарствами и специализированным питанием, развитие палеотивной помощи, создание доступной среды, а также помощь семьям при рождении детей. Окончательно поправки должен утвердить Госсовет на ближайшей сессии. И сегодня стало известно, правительство страны выделит средства на закупку обезболивающих и противосудорожных препаратов, не зарегистрированных на территории Российской Федерации, для больных детей. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Дмитрий Медведев. Премьер отметил, что сейчас решается задача наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм препаратов в нашей стране. Но до этого срока лекарства будут закупаться на средства из резервного фонда. Уполномоченным на ввоз станет Московский эндокринный завод. В подобных лекарствах нуждаются и десятки семей республики. Данные по ним в Москву должен передать региональный Минздрав. В стране официально началась прививочная кампания против гриппа. В республике она стартовала чуть раньше. На сегодня прививки уже поставили более 40 тысяч жителей республики. Накануне это сделал и глава Кабмина Ярослав Семенов. Первый чиновник в республике, который уже прошел вакцинацию. В этом году план создать иммунитет покрепче, привить 700 тысяч населения. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Марина Баль с подробностями. В медицинском кабинете регионального правительства первый пациент на вакцинацию. Ярослав Семенов в прошлом году прививку пропустил. В этом решил не рисковать здоровьем. Процедура проста. Беседа с терапевтом, замер температуры и давления. Если все в норме и самочувствие хорошее, то на укол. Спасибо вам большое. Следом за председателем правительства прививку делает и главный санитарный врач республики Наталья Матюшина. Вакцинацию от гриппа не пропускает. В Роспотребнадзоре 100% иммунизация и, согласно статистике, уже несколько лет зимний сезон в ведомстве проходит без массовых больничных. Чего не скажешь о правительстве региона. Чиновников вирус гриппа выводят из строя. Это вредит общей работе. Поэтому премьер обещает следить за прививочной кампанией в правительстве лично. Это руководители секретариатов доведем и лично мне будут докладывать о том, кто привился, кто нет и по каким причинам. Поставить прививку от гриппа прямо на рабочем месте услуга бесплатная и доступна не только членам правительства. Выездные бригады по заявкам от руководителей приедут в любой офис на любое предприятие. Прививочные пункты будут открыты в торговых центрах, мобильные комплексы поедут в Голубинку. Сейчас как раз такое благоприятное время, когда уровень инфекционной заболеваемости рвей гриппа очень низкий. И как раз на улице тепло еще, формируются коллективы. Благоприятный период, чтобы сформировался иммунитет. У нас в этом году на федеральные и республиканские средства уже закуплено 43% вакцин. Республиканский бюджет выделил 12 миллионов рублей, 74 тысячи вакцин было закуплено. И теперь мы ждем остальной, второй транш федеральных средств, для того, чтобы эти вакцины были закуплены. В этом году будет закуплено 700 тысяч доз. Это на 20% больше, чем в прошлом. План – сагитировать и привить как минимум 50% населения, чтобы создать крепкий противогриппозный иммунитет для всей республики. Эпидемию прогнозируют в январе. Марина Баль, Василий Хохряков. Новости. И уже в эту пятницу, 6 сентября, в столице республики стартует книжный фестиваль «Читай-Ижевск». Для ижевчан он уже становится традиционным. Этот чиж станет уже седьмым и пройдет под девизом «Образцовый». Это образы, это год театра. И площадки, которые будут работать на ЧЖ, мы тоже назвали вот в эту же тему. То есть у нас книжное многообразие, детские, площадка детская для детей, детские безобразия. У нас площадка, где проходят мастер-классы, она будет «Образцовые мастера». Одним из центральных событий фестиваля станут творческие встречи с известными писателями и литературоведами Янушем Леоном Вишневским, Александром Архангельским, Артуром Геворгизовым, а также с местными авторами. Завершится фестиваль 8 сентября. На этом я с вами прощаюсь. Впереди новости спорта. До встречи.